Мария Ильменская спрашивает, не могли бы вы посоветовать научные журналы и газеты по проблемам изучения и преподавания иностранных языков? И как потренировать реферирование таких статей? Оба этих вопроса Мария связывает с поступлением в магистратуру. Очень хороший вопрос и очень хорошее намерение поступать в аспиратуру. Научных журналов сейчас великое море. Я это буквально имею в виду. Чтобы представить себе масштаб того, что вообще сейчас публикуется в научном мире на английском языке, того, что касается языков, я зашла в базу данных университета Хельсинки, в котором я сейчас обучаюсь в докторатуре, и по ключевому слову Language нашла, вы не поверите, 293 регулярно издаваемых журналов. Но, как говорится, не все йогурты одинаково полезны. И не все журналы достойны того, чтобы мы серьезно относились к их прочтению. Есть десяток методов ранжирования и выстраивания рейтингов научных журналов, чтобы определиться, какой журнал более цитируемый, более авторитетный, более серьезный и строгий в своих отборах к публикации журналов. И чтобы определить, какой действительно высокоцитируемый, какой заслуживает нашего внимания. Есть научные журналы, я бы их назвала научные журналы-легенды, которые знают даже те, кто не очень занимается наукой или знает, что это такое. Например, журнал Science, журнал Nature или журнал The Lancet. Nature – это журнал по биологии и всему, что касается живого мира. Science само за себя говорит, всякие исследования по физике, в частности, там регулярно выходят, они постоянно выходят, просто это не всегда, это не только физика. И The Lancet – это, конечно же, самый известный медицинский журнал. Публиковаться там стоит очень дорогого, это заслуживает уважения. Конечно же, и в сфере преподавания иностранных языков, изучения иностранных языков, билингвизма, всех вещей, связанных с языком и преподаванием, журналов тоже очень много, достаточно авторитетных, заслуженных, серьезных и так далее. И я провела два чудесных сентябрьских вечера, это было в сентябре, я помню, отбирая себе научные журналы для отслеживания публикаций, чтобы смотреть абстракты, чтобы смотреть темы, чтобы вообще следить за тем, что выходит и что где публикуется. К критериям отбора я задала самые строгие, только журналы первого и второго уровня цитируемости. Они, опять-таки, насколько я сейчас успела узнать, есть много разных способов ранжирования. Например, в Финляндии, потому что я сейчас учаюсь в докторатуре университета Хельсинки, там есть своя система ранжирования, есть первый уровень, есть второй уровень, есть третий уровень. Вот, соответственно, я отбирала журналы только первого и второго уровня, но, например, вот в этих журналах первого и второго уровня не оказалось журналов именно для преподавателей, ориентированных на преподавателя английского языка. Я посмотрела за несколько вечеров около пяти сотен журналов, то есть как минимум наименование, описание и его рейтинг. Из этих почти пятиста я отобрала себе тридцать журналов, которые я себе, так сказать, поставила на мою виртуальную полочку и за которыми я собираюсь следить. Я вам назову только десяток тех, кто непосредственно связан с изучением и преподаванием языков. Есть такой триумвират, скажем так, или даже не триумвират, а квадро, квадро, виумвират. В общем, я так что сама придумала латинское слово. В общем, четыре основных журнала, которые связаны с преподаванием и обучением в иностранном языках. Это очень простые названия. Language Learning, Language Teaching, Language Teaching Research и журнал, который называется System. System как система. Я когда впервые сталкивалась с публикацией журнала System, я все время напрягалась и думала, что за странное название. Ну, я не знаю, откуда они взяли это название, но главное, что действительно это журнал очень известный, очень цитируемый, очень такой prolific, да, то есть там очень много выходит регулярно новых статей. Вот из всех четырех названных мной журналов System самый активный с точки зрения публикации, там больше всего выходит. Это четыре основных Language Learning, Language Teaching, Language Teaching Research и System. Дальше еще я отобрала журналы, которые самые известные и цитируемые в определенной сфере по специализации. Есть Journal of Educational Psychology по образовательной психологии. У меня тоже где-то там петок журналов отобраны, и они все, так сказать, направлены на одну тематику образовательной психологии, но там, естественно, происходят публикации не только касательно языков, но и других сфер образования и других предметов. Educational Research Review – очень авторитетный журнал, который публикует именно review, то есть именно обзоры прочих исследований, потому что исследований огромное-огромное количество, очень много разных отдельно взятых каких-то исследований публикуется, и отдельная очень сложная и интеллектуально затратная работа – это, собственно, проводить review этих исследований, которые проходят. То есть делать обзор на исследования, и есть еще там целая иерархия, обзор обзоров и так далее, и так далее. То есть выявлять какие-то систематические явления и систематические какие-то находки научные, то есть то, что было подтверждено не одним каким-то отдельным исследованием, а множеством исследований, например, в разных контекстах. Это очень-очень сложная, но это очень важная работа, и это как раз то, что рекомендуется читать регулярно тем, кто этим занимается, и, так сказать, начинать с этого, если вы только пытаетесь, так сказать, разобраться в теме. Далее у нас есть журнал для тичер-тренеров, да, это Teaching and Teacher Education. Опять-таки он с широкой направленности, то есть это значит, что он не только про учителей иностранных языков. Далее есть журнал Linguistics and Education. Это уже восьмой по счету, а я вам обещала десять, так что мой список – десять. Linguistics and Education – тоже, я думаю, что название говорит за себя. Это, опять-таки, про образование и языки, про билингвальное образование, про всякие там CLIL вещи, когда обучение предмету идёт на английском языке и так далее. Самый главный журнал о билингвизме, самый такой авторитетный, классный и крутой – это Bilingualism Language and Cognition. Все, наверное, самые значимые исследования по билингвизму выходили именно там. Я его ещё помню со времён своего обучения в Стокгольме. Так что это самый крутой журнал. И, как говорится, last but not least, закрывает мою десятку научных журналов. Как раз журнал для преподавателей. Он более низко ранжируем, чем предыдущие. Почему? Ну, я думаю, что если задуматься, то вполне станет понятно. Потому что предыдущие журналы всё-таки ориентированы на научных сотрудников, то есть тех, кто занимается исследованием, наукой и преподаванием в университетах. И, соответственно, там определённые строгие требования и критерии для исследований, которые туда подаются. Журналы для учителей, их тоже великое множество, но у них другая функция. Им нужно, например, донести какие-то инсайты из науки простыми словами для учителей. Или, например, там могут публиковаться сами учителя. И они могут публиковать то, что называется action research. Ну вот, например, я практикую... О, боже мой! Вот это да! Так, у нас кое-что сломалось. Зашибись! Сегодня прям какой-то удивительный эфир. ВК сломался, освещение сломалось, всё сломалось. Но, кажется, я продолжаю быть в эфире, так что нам всё ни по чём. И, кажется, мне по-прежнему видно. Вот, так что я попробую, как ни в чём не бывало. О, первые сердечки появились! Надо же! Слушайте, может быть, просто свет должен был грохнуться на камеру, чтобы у меня появились сердечки. С ума сойти! Вот, теперь я вижу комментарии. Слушайте, всё, нужно было просто упустить светильник на телефон. Это должно было пройти самостоятельно. Великолепно! А я продолжаю, как ни в чём не бывало, рассказывать вам про научные журналы. Я остановилась на ELT Journal и на том, что научные журналы для преподавателей отличаются от научных журналов для учёных. Что такое Action Research? Это, например, когда я, практикующий учитель, пишу статью в журнал, что, вы знаете, я со своими учениками попробовала вот это и вот это, и у меня получилось вот это и вот это. Вот, так сказать, представляю результаты своей работы. Это похожий формат на то, что, например, мы делаем на преподавательских конференциях. Мы тоже часто делимся своим опытом и рассказываем, что вот я попробовала вот так, вот так, вот так, и у меня вот это вот получилось. Посмотрите, может быть, вам тоже это зайдёт. То есть это не великая наука, конечно же, потому что к большой науке представляются совсем другие критерии, но это то, что полезно и релевантно для преподавателей. И поэтому у таких журналов ранжирование идёт ниже, но это ничего не говорит о качестве. То есть это просто немножко другой уровень и другая целевая аудитория. Итак, вот это десяток журналов, да, ещё раз пройдёмся по ним. Четыре основных. Language Learning, Language Teaching, Language Teaching Research и System. Это первые четыре журнала, которые бы я хотя бы просматривала в режиме названия статей и вообще того, что там выходит. И дальше несколько специализированных Journal of Educational Psychology, Educational Research Review, Teaching and Teacher Education, Linguistics and Education, Bilingualism Language and Cognition и журнал для учителей ELT Journal. Разобраться с этим океаном очень сложно бывает, если это не ваша прямая специальность. Это, даже если это ваша прямая специальность, это всё равно достаточно трудозатратно. И поэтому нужно быть в курсе, если вам нужно быть в курсе сферы ваших научных и педагогических интересов, то можно это делать несколькими способами. Вот я подобрала три. Если у вас нет доступа к научным журналам через вашу организацию, через ваш университет, институт или с чем, с какой организацией вы аффилированы, то можно просто идти в Google Scholar, это гугловский сервис, он доступен всем, и в Google Scholar забивать ключевые слова, ключевой поиск и по поиску смотреть, что опубликовано, когда, кем и так далее. Вам фулл текст, скорее всего, не будет доступен. И, опять-таки, это зависит от того, как именно статья была опубликована. Сейчас всё больше и больше статей публикуются с бесплатным доступом. Это очень дорого для тех, кто публикует, но это то, что называется open access, то есть это значит, что все, любой человек в интернете может получить полный текст этой статьи. Да, такие статьи есть, их достаточно много, вы можете их найти без особых проблем. Далее, далеко не все статьи всё-таки open access, и часто вы хотите заполучить фулл текст, переходите, а вам, соответственно, там поставлено, да, либо там заплатите 50 долларов за статью, либо зарегистрируйтесь через вашу институцию. Но, если у вас такого доступа нет и 50 долларов за статью вы платить не готовы, это тоже далеко не всегда нужно, потому что, если вы грамотно пользуетесь Google Scholar, то вы видите название, вам, скорее всего, будет доступен абстракт, то есть вы можете прочитать, о чём это исследование и какой там был результат. Очень часто этого достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, сделать себе какую-то заметку и узнать что-то, потому что фулл текст нужен, если вы уже серьёзно чем-то занимаетесь, там, пишете свою статью или пишете свою, там, не знаю, диссертацию, дипломную работу, всё что угодно, вам нужно конкретно ссылаться на конкретные вещи в этой статье, ну, тогда уже нужно будет озаботиться о тем, чтобы найти фулл текст. Но для такого предварительного ознакомления абстракта бывает более чем достаточно. Точно так же можно по вашей интересующей теме вообще смотреть, что происходит, да, то есть забиваете какую-то там language learner motivation в Google Scholar и смотрите, что выходит, и просто хотя бы абстрактами себе копируете и смотрите, что происходит. Если у вас, вы счастливец, у вас есть доступ ко всем журналам через вашу организацию, то очень советую приложение, которое называется BrowZen. Brow как browser, да, и Zin как magazine. BrowZen, и именно им я пользуюсь, это очень классное приложение, и в нём, хотя нет, я думаю, что бессмысленно сейчас показывать, потому что всё равно будет очень мало что видно. В этом приложении я могу положить на полку, на свою виртуальную, определенный журнал, поставить нотификации и видеть, когда там выходят новые публикации. Это очень удобно, это то, чем пользуюсь я сейчас, потому что я счастливая обладатель доступа, потому что я докторант Хельсинского университета. В общем, в этом один из самых главных плюсов докторанства в хорошем университете, потому что у тебя есть доступ ко всем публикациям. И этой привилегией я активно пользуюсь, в том числе для подготовки наших эфиров, для того, чтобы вам рассказать то, о чём вы спрашиваете, поделиться с вами тем, что я могу найти в базе данных этих библиотек и журналов. И, соответственно, вы можете пользоваться Google Scholar совершенно легально, и он доступен всем. Есть, так сказать, более shadowy способ. Есть так называемые dark libraries в интернете, тёмные библиотеки, то есть это те, кто публикует тоже, например, научные исследования, не вполне легально. К этому можно по-разному относиться. Да, строго говоря, это нарушение прав тех, кто публикует, но есть, так сказать, в мире такое движение интеллектуальных пиратов, мы все прекрасно знаем. Есть идейные, есть не очень идейные, есть те, кто просто хотят украсть чью-то интеллектуальную собственность и, не знаю, продать её кому-то другому, или даже не продать, а просто выложить в открытый доступ. Бывают разные случаи, это всё не очень правильно, не очень хорошо, но, например, вот есть несколько dark libraries, которые говорят, что вот мы за то, чтобы у нас у всех, даже у тех, у кого нет доступа к научным библиотекам, или, например, у тех университетов, у которых нет денег на то, чтобы оплатить доступ к научным журналам, мы хотим, чтобы это было доступно всем. Опять-таки, можно по-разному к этому относиться, да, строго говоря, это нарушение прав, но я сама была в ситуации, когда я, например, готовила свой проект, и мне брать статьи было неоткуда. И я свой докторанскую, собственно, проект своей докторанской диссертации писала по гуглу, то есть что я могла найти. Я сначала искала статьи через гугл-сколлеры, затем я смотрела, они open access или нет, часто еще очень хороший способ. Например, вы находите статью и пишете автору этой статьи, говорите, здравствуйте, я такая сякая, бедная, у меня нет никакого доступа через институцию, у меня нет, там, не знаю, денег, чтобы у меня карта не работает, да, чтобы оплатить статью, могли бы вы мне выслать фулл-текст. Я вам скажу, что каждый раз, когда я писала и обращалась к исследователю, мне всегда высылали статью, мне ни разу не отказывал никто, потому что, опять-таки, ученые чаще всего понимают, что не у всех бывают одинаковые возможности, не все могут работать в богатых институциях, которые могут позволить себе подписки, и по моему опыту люди к этому очень лояльно относятся, люди готовы поделиться со своим исследованием. Вот, есть еще сайт ResearchGate, где вы тоже можете зарегистрироваться, и там тоже прям сразу есть кнопка Request Full Text, то есть сразу автору текста, автору публикации отправляется такая заявочка, типа, можете ли вы поделиться фулл-текстом с конкретным юзером, да? И, опять-таки, каждый раз, когда я нажимала на эту кнопочку, я каждый раз получала статью. Поэтому мир не без добрых людей, и если вам что-то нужного, чем-то интересуетесь, вы всегда можете найти способы того, как это заполучить, легальными способами, добрыми, нормальными способами, ну, или чуть менее легальными способами, в зависимости от того, где вы находитесь и в какой вы ситуации. Теперь, вторая часть вопроса была про то, как реферировать. Здесь мой ответ будет короткий, я просто сошлюсь на одну из очень важных и интересных практик. Есть такая система, называется Knowledge System Management, то есть система управления знаниями, она называется немецким словом Settelkasten, когда я слышу, как англоговорящие ее произносят, они говорят Settelkasten. Вот, это очень смешно, ну, потому что это немецкое слово, Settel — это записочка, да, то есть такая вот маленькая, как поп-ап какой-то нот, а Kasten — это ящик. И вот эта система Settelkasten была придумана одним немецким ученым достаточно давно, он был невероятно продуктивен, он очень много писал научных статей, очень много публиковался, и он придумал вот эту систему систематических заметок, скажем так. Я сейчас не берусь описывать всю эту систему, потому что то, как с этим работает, при этом написаны длинные статьи и целые курсы разработаны, но если вам нужно, если вы хотите читать эффективно с той точки зрения, что вы хотите не просто прочитать и пойти дальше, вы хотите систему заметок, вы хотите какие-то собственные мысли на этот счет, вы хотите дальше с этим что-то делать, может быть, какую-то свою работу публиковать, о прочитанном и так далее, то вам эта система точно может пригодиться, это очень полезная штука. Есть русскоязычное сообщество по Zettelkasten, например, сайт zttl.space, это русскоговорящее сообщество Zettelkasten, и если вы пойдете на YouTube, вы там найдете море всяких других тюториалов, обзоров и так далее по Zettelkasten, этого тоже там навалом. И есть две самые популярные программы, я пока что разбираюсь, какая из них мне больше нравится и более удобна, системы, которые именно программы, заточенные на работу по Zettelkasten, это Obsidian, Obsidian как название камня, и ProToList, List через Y. И вот две эти программы, я знаю, что есть больше, но я пока что отобрала только эти две, которые как раз помогают научиться работать по системе Zettelkasten и делать заметки, перефразировать эти заметки, ранжировать заметки, ставить теги на эти заметки и, в общем, эффективно с ними работать. Так что это очень полезно тем, кто работает с информацией, тем, кто что-то пишет, что-то анализирует, занимается наукой. Мне кажется, это вообще такой, в общем-то, must-have. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова